Большое спасибо за актив под прошлым роликом Но чтобы вытащить наш канал из тени Волубана, нужно очень много лайков Надеюсь, вы оцените масштаб и постараетесь проявить максимальную активность Если не смотрели первую серию, то ссылка находится в описании А сегодня мы отправим форму Амкала в космос Две команды и всего один приз 50 тысяч рублей На высоту 30 километров, она подвергнется жесткой радиации Первая в истории форма медиафутбольного клуба в космосе Это уже стратосфера, это уже космос Что, вы реально нашли? Да, если это она Это просто, посмотри, мы вам закрыли весь ролик Всем привет, друзья! Мы снимаем вторую серию проекта о футбол в большом городе И сегодня мы вновь сделаем невозможный эксперимент Мы попробуем отправить футбол Амкала в космос Оборудование Третье Когда уже оборудование все включено, накачиваем шар и запускаем Как ваша команда называть? 52 Как говорил один человек, прям, мы шеринг выйдем, я тебя п***ю Ладно, не буду, я же тебя люблю Чего там? Озеро, за 10 тысяч прыгнешь в озеро? Я сегодня за 50 прыгну До этого, 5 минут назад, нам говорят, ну такой, п***, клещей будешь п*** У тебя вот здесь буду стоять А что, в воде клещей есть? Нет, до воды туда идти надо еще 10, слышь, я перевожу, ну прыгай, я потом перевожу Ну я переведу час, что ты сомневаешься, я переведу? А что, 10, 15? Хорошо, стой, стой, хорошо, я 5 докину Соби, пойдем Если бы он реально пошел прыгать, он бы хоть переоделся Там что-то красное написано, помню, нельзя купаться Не надо, Давид Хочай х*** заниматься, Давид Договор, дорож денег Меня уже взяли на понт, я уже не могу Ты зачем его на понт берешь? Я не хочу в десятку скидывать Здравствуй! Хрика есть! Поставь лайк и подписывай Мы их не выиграем! Надо переделиться Кстати, Марат же говорил штраф Это вы еще не знаете, что нас для пичи приготовили Кстати, оказывается, что кто-то из вас еще не в курсе Что огромное количество контента мы публикуем эксклюзивно в ВК-видео Так что, если вы хотите видеть еще больше роликов То обязательно переходите в описание И смотрите их в нашем сообществе ВКонтакте Это что называется? Космос запустить? Гертья нах*** Это просто шар с гелием Надо будет просто плавно отпустить Если ты камеру видишь, значит она тебя видит Главное, чтобы не было... Вы готовы, дети? На высоту 30 километров Она подвергнется жесткой радиации Первая в истории формы медиафутбольного клуба в космосе Давайте обратный счет Считайте Один! Обратный Три, два, один С Новым Годом! Мне очень хотелось ты и попросил Пока-пока! В последнее время у меня под шаром начинает бомбить На плоскости живем Вы что думаете, мы на шаре живем? Она просто упадет и не найдем ее Она за карту упадет и все Вы что думаете, ты речели, что-то открыл, доказал? Это пи***ш-то речели Ничего он не открыл, ничего он не доказал Запускайте второй, я за ней Быстрее, быстрее, догнать! У нас есть примерно полтора-два часа Наша конструкция должна долететь примерно на расстояние 30 километров Это уже стратосфера, это уже космос И мы будем вместе ждать, ждать, когда шар лопнет И с парашютом полетит в... Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Попросить вас поставить лайк за масштабность Хочется делать интересные эксперименты Мы стараемся быть первооткрывательными Все-таки первая футболка медиафутбольного клуба в космосе Заслуживает вашего лайка и обязательно подписка на канал Потому что это только вторая серия футбола в большом городе Представляете, что будет дальше? Мы каждый раз будем стараться вас удивить Можно купать водород Все можно? Нюхать водород И что с ним делать? И что, какой эффект? Тут улетаешь Вот так вот? Ты летишь реально или пролетаешь? Реально летишь У меня кенты уже полетели на ракете, они ее перехватят У меня кенты уже там, понял? Уже надо ехать Куда мы едем? Мы едем в Копоре в старинную крепость А потом едем в Котлы, где будем в кафешечке ждать падения шара Столовый номер какой-нибудь Он не думает, что мы собачьем Продолжение следует... Прошло примерно 2 часа. Мы добрались до ориентировочной локации, где плюс-минус. Мы понимаем, что будет в эту сторону. По идее, она должна была уже упасть, но датчик пока не работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но это точно не означает, что им станет от этого проще. Мы наконец-то на базовой точке. Мы добрались. Я точно знаю место с радиусом в 10 метров. Но ребята ничего не знают. Есть команда в красных замечательных кепочках, рациях. Есть команда синих. Пацаны оделись, готовы просто рыскать невероятно. В целом, что, у вас есть что сказать интересного? Я скинул вам в чаты радиус карты. Крестиком обозначена эта деревня и где мы находимся, откуда спар. Самое классное, что у пацанов включена геолокация. Соответственно, мы знаем, куда и в какую сторону они выдвинулись. Сейчас мы с вами понимаем, мы-то знаем примерно, где находятся. И мы можем сказать, что Фанки и Ваня Млечный двинулись в правильную сторону. А вот команда Пичи и Давида отправились вообще не туда. Слышь, а вон там белый лежит. Смотри, короче, надо помечать. У нас есть, откуда мы стартуем. Мы будем сейчас вот так линию чертить и вот так заходить. Мы предполагаем, что туда нужно, к лесу. Почему? Потому что мы так чувствуем. Мари, и теперь смотри, в чем прикол, как мы захватим. Мы вот тут стоим, мы вот так захватим и вот сюда пойдем. Короче, мы идем, да, вот этот хуй. Сейчас где-то вот здесь вот. Понял, мы заходим сюда. Я тебе клянусь, смотри, стой. Слышь, пойдем с вега. Смотри, посмотри, ты увидишь. Погоди. Да. Я иду. Я, ловый, ловый, ловый. Ай, молча. Что, вы реально нашли? Да, если это она. Это просто, по-моему, закрыли весь ролик. Гер, это ***, если мы ее реально увидели, это же вообще ***. Это невозможно. Ты бишь? Бля, это знак дорожный, брат. Ты подъем? О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. Вот, а тут дальше вот это. Давайте посмотрим, мы не все обошли. Слушай, ну тут точно она должна была на дереве, ел. Степ, да это, мне кажется, здесь нет. Это супер, мы на одном месте, куа, надо дальше двигаться, мне кажется. Короче, они в лесу и достаточно близко. Просто им нужно пойти дальше, вглубь леса, и именно там найти эту историю. Вторые вообще не туда прожат. Ты как? Почему именно она, эта область? Бля, это хуй его знает. Потому что, чувство. Ну, это голода. Во-первых, они туда побежали. Они уже туда пошли, да. Нам смысла нет туда. Зыбучие пески, прикинь, если я вот так, а буду уходить. Кинул новую локацию, то, что закрашено, там ничего нет. Да, с правой стороны, Степ, с правой стороны. С левой ничего нет, где они? Ну, это не хуй не право, Степ. Они как устанут, блядь. Вот здесь везде, блядь. Степ, вот это все, это тоже зона, вот этот лес, ебаный. Смотри. Я жопы чую, вот это вот, прям, блядь, не знаю, жопы. У меня так она с ней горит, как у давы. Но я доверяю им. Вы знаете, где я буду? Я думаю, что вот где-то вот в этой девятке, в правой, вот тут. Вот тут. Это левая, брат. Ну, левая, да. Что мы имеем сейчас, друзья? Мы имеем снова карту, которую мы можем посмотреть и видеть, что ребята по разную сторону поля. Но обе команды выбрали искать именно в поле. Участок, который максимально открыт, который далеко просматриваемый, но никто не пробует поискать в лесу. Какие просто карты с ума сошли из-за того, чтобы форма упала? Надо деревья, мэн. Блядь, можно я вот повезел в жизни, блядь? Вот так вот, смотри, уаа, форма! Мне кажется, в лесу, ебаный. Если что, максимально близки, мне кажется, снова команда Фанки с Ваней Млечным, потому что они как минимум идут в ту сторону, и я так понимаю, что они отправились ближе к лесу. Смотри, Гера прислал подсказку, и вот мы как бы еще в зоне, видишь, не до конца нам закрасил. А мы вот тут где-то на конце ездили. Бля, как будто вот здесь нет. Ну, бетон как будто. В целом, по навигации, которую мы сейчас видим, ребята придерживаются своих тактик, и одна команда считает, что с правой стороны, и вторая, что с левой, и почему-то оба уверены. Давид предполагает, что футболка в левой стороне максимально, вот как мы прям приехали, в самом дальнем углу. Типа, что мы специально сделали карту, и максимально дальний угол, это как раз угол, где спрятана футболка. Я, естественно, старался не выбирать перемещательных, то есть не в центре, и не по углам, то есть как-то вот потихоньку, ну и, естественно, подальше. По прямой, видишь, вот эта дорога, если ты говоришь вот в эту девятку, нам вот сюда. Если Гера нас обрежет потом, то все, это провал. Блин, если честно, суперогромная вообще локация, как это невозможно тут ничего найти. Ну, фарт, конечно, но пока тут не будет все сужаться, зона не будет сужаться, невозможно. Как бы понять, на чем сконцентрироваться. Вот если лезть, ну, невозможно прочитать, не, без понимания, какой кусок. Сейчас Степа Михович и Ваня Млечен находятся капец как близко. И смотри, они двигаются в нужную сторону. Если мы проиграли, я напишу, как плен, кому мы, блядь, боже. Сколько-то, что туда заходили, тут еще ладно, можно двигаться. Ну, они про болото сказали, блядь, ну вот не пейте, блядь, я уверен, что тут там где-то. Да, предлагаю, знаешь, что сделать? Быстро разделиться, просто пробежать на турсе. Типа, я вот так просто пробегу там, чисто вот так вот, на турсе вот там прям пролечу. Вот сейчас главное сокращение будет письма, для нас очень важное будет. Сообщение с новой картой отправлено в чат. Что с девяткой? Вот рядом с девяткой сейчас должно где-то быть. Вот прям правее от нее. Девятка отлезали, блядь. Ну вот прям правее от нее, нет? Здесь есть болото, здесь есть лес, здесь есть поле, здесь есть всякие разные ландшафты, то есть там горы, холмы, какие-то буераки и все это вот в радиусе километра. Это очень-очень-очень сильный момент, в котором нам повезло. Но по-прежнему команда Степы с Млечным находится практически-практически рядом с нашей посылочкой. За это, блядь, мы пока не понимаем. Ну а что, блядь? Мы же не обошли. Мы в теории можем дойти, вот тут тропинка, видишь? Какая-то, она в зоне тоже. Мы можем пройти лес насквозь и вдоль леса просто ходить, да, с той стороны. Давай. Оно? Да не хуйня, блядь. Пацаны, обошли этот угол, понял? Они вот так вот в параллель обошли его. Но они идут сейчас практически к обрезанному. Они идут к обрезанному. То есть они типа прошли тот уголочек, на котором находится как раз наша посылка. Мы толком никуда не убежали. Вот этот маленький лесочек, это вот это хуйня. За этим лесом еще лес. Еще 300 метров туда может быть. Вот когда он будет часто обновлять, тогда значит кто-то пиздец. Он другую команду пытается. Он точно сказал 5 минут, как будто рядом он вот. О, а пушка. Тут один как будто рядом, а тут один нет. У них хэт, блядь, мы вообще не бегущие. Все время в зоне. Вот он прислал, смотри. Опять. Мы все время в зоне. Ну где-то тут, надо на местность выбежать, вот. Мне кажется, лес все-таки. А, лес? Мне кажется, все-таки лес. Да, ну да, они бы сказали про то, что надо здесь купить не могут взять. Просто слишком часто повторяли. Сейчас, по крайней мере, команду красных мы действительно немножко направим в нужное направление, потому как они изучали полностью левый угол снизу деревни до конца. И мы точно обрубили эту левую девятку. Нам еще и вообще лес насквозь может пройти, слышишь? Побежали, побежали. Пойдем? Попробуем насквозь укрой. Мужики, нам надо эти бабки забирать. Это фри мани. А вон они. Я их вижу. Я недалеко. Да, мабля. Чисто этот хитрый армянин, который закидывает постоянно. А она же между нами, да? А она же вот здесь вот правее, да? Тихо, я из Геры пытаюсь это вытянуть. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Подсказка в чате. Зеленым выделен лес, если можете догадаться. Фриз. Ну вот как будто тут вот. О, вот тут как будто, нет? Пойдем. Все, пойдем в лес. Нет. Ну я думаю, что нам сюда вот. Здесь не просто так прорублено. На котором мы ходим до тропинки. Тропинка вот, по линии тропинки замазана. И вот мы как бы. Мы сужаем зону. Степа и Ваня практически не тратят времени на то, чтобы вновь войти в зону. Да, Дава сейчас с Пичей находится опять хрен знает где. Они находятся опять в девятке. И им нужно сначала дойти до игровой зоны. А уже затем принимать решение, как они там что искать будут и так далее. Чисто логически. Сейчас у нас остался вот такой прямоугольник. Получается, мы в левой стороне прямоугольника. А пацаны справа, скорее всего. Ну мы их там видели. То есть мы сейчас заходим вглубь. Сейчас будет подсказка. Если срежутся наши полоса, мы здесь начнем шерестить. Если их, нам надо бежать туда и там искать. Ну а вот тут зайдем. Давай-давай. Что остается нам? Сейчас уже просто идти еще прибегут. Ваня, Ваня только что появился на карте. И он находится прямо ровно в точке. Ну я не знаю, метров 20, наверное. Получается? Вон туда нам, по дороге, да? Вот это выделили. По дороге, да. Так, побежали, побежали, побежали. Нам по дороге прямо вот так прямо. Так, мы видим, что Дава и Пича наконец-то добрались до нужного места. И наконец-то они уже в лесу. И вот ключевой момент. У двух команд примерно равное расстояние до нашего приза. Но госпожа Удача улыбается не всем. Прием, прием. Скажите, мы правильно услышали? Они кричали на хриане, нет? Вы как-то неинтересно. Насколько далеко. Вот Сёпа, я и Дава. Здесь 50 метров, да, Сёпа? 150 метров. Ну вверху смотри красное. Где? Вон, вон, вон. Где? Вон висит, вон. Это оно? Я думал, да. Саша! Нет, не может быть. Да, это оно. Это оно вон, коробка, смотри. Это вот легенда. Ты его видел? Да, он сказал, прекрасно. Я говорю, где? А я слепо ничего не вижу. Что ты скажешь, Даша, следопыт? Я шёл, думаю, ёбаный, вон, как тут найти, блядь? Просто деревья. Ну что ж, друзья, мы пока не видим, как это выглядит, но Стёпа Фанки и Ваня Млечный обнаружили нашу посылку из космоса. Они побеждают, они забирают 50 тысяч рублей, но не всё так просто. Нам нужно достать эту коробку, и, судя по всему, своими силами мы не справимся, поэтому нам придётся вызывать подмогу. Они скинули локацию, вон, да, они нашли, походу. Мужики, прискорбная новость. Иван Млечный и Фанки нашли пресс. Всё, поняли. Пойдём сюда, в левую сторону. Не-не, не работает. Ты ещё подумаешь, что прикольно? Гера-петух! Я потрясу! Оно не трясётся. Сейчас нахуй. Там она вообще засела. Даже соседняя не потрясёт. Да, она не двигается. Да ладно. Ну что вы, нахуй! Плаки-плаки! Или нормал драки! А Вадим, вопрос. Вы хотите сказать, что вы вот так сквозь лес шли искать? Нет, сейчас дава будет, Гриша, я что-то знал. Вы выходили туда? Да, выходили, там тропинка, но мы не пошли туда в конец. Вы думали, это та же тропинка и ещё до леса, типа. А нахуй-то пошли? В общем, мы видели вас, мы пошли туда, это вообще край. Железная какая-то. О, блядь, это опять, смотри, опять подвохи ищет. Я не верю в эту херню, я не верю, что они могли сюда вот так прийти. Кайф, да, очень хочется посмотреть кадры. Вот вы их уже по-любому видели и уже знаете, как они выглядят. А мы... Напишите, пожалуйста, в комментариях на этом моменте, земля плоская или круглая обязательно. Потому что мы пока не знаем. Надо респектануть вам. Да, мы вот чешемся, стоим. Блядь, ну честно, мы проделали просто нереальный путь. Мы, во-первых, добрались до Питера, потом добрались до границы практически с Финляндией. С той стороны залива сделали запуск. Футболка побывала в стратосфере, она опустилась. Полдня ехали на другую сторону, почти на границу с Эстонией. И вот мы играли в самые большие прятки, блядь, в истории нашего канала. Ну, не знаю, мне кажется, очень масштабный, очень... А это межпланетарный уровень, получается? Это межгалактический розыск. Друзья, обязательно подписывайтесь на всех участников. Внизу есть все ссылочки на их телеграммы, на их соцсети. Поддержите их подпиской, поставьте лайк этому выпуску. Напишите в комментариях, как он вам понравился, не понравился. Ну и увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok